всем привет с вами канал art money и сегодня у нас будет обзор продуктов за выходные которые я купила вот начнем конечно я начну наверно таких сарделек сосисок она открыта к сожалению какие получились сосиски и как они на вкус я покажу в конце ролика сейчас мы с вами сначала что посмотрим кому интересно для вас это будет стимул посмотреть ролик до конца были халяль сосиски байран халяль как-то так потом покажу так ну конечно же я была фикс прайсе начнем наверное с него купил я вот такие вот альбома и стоили 150 рублей целых блин это так дорого было всегда все за 50 77 99 да вот как то вот так а тут 150 но они классно здесь как раз развитие речи диме сейчас как раз это нужно развитие речи чтобы как ты по картинкам это было более все понятно так сейчас я окно закрою нам с вами никто не мешал то есть вот они тут идут птички какие-то где-то тут еще с названиями я даже видела вот тут прям какие интересные такие всякие что делает и картинка кстати мне очень понравились картинки такие самые обыкновенные обычные ну примерно похожи такие как были в наших с вами книжках в 90-х годах это мне очень сильно понравилось я люблю как раз такие если раскрасить вон можно и это такое вот и вторая тоже альбом по развитию речи 36 лет диме как раз три с половиной 3 9 по уже вот а ну да вот он то есть вертолет такие принципе такую книжку я очень давно искал когда еще дима был совсем маленький но не могла нигде найти если просто были картинки то они были малюсенькие вот а тут в одном месте и книжка это удобно то есть вертолет как выглядит самолет теплоход до катер лодка ракета как выглядит тут вот так же вот они машин то есть это интересно там классно ну конечно 300 рублей за обе отдала яблоко до попугай на букву и заканчивается да там то есть вот они такие классные очень картинки мне прям вот эта вот книжка очень очень сильно понравилось прямо на обалденное конечно же половина димы всего этого знает но я решила взять почему бы и нет у димы очень много книжечек особенность фикс прайса пусть будет еще так ну раз у нас с вами пошла речь фикс прайса купила я вот такие вот шоколадки давно хотела это бабаевский люк здесь кстати очень хороший такой состав так сейчас вот вам поближе покажу кому интересно нажмите стоп и прочитайте принципе там ничего такого особого лишнего нету купила их диме дима у меня начал есть шоколад и я хочу из этого шоколада ему сделать конфеты скажем так допустим с орешками там еще что-то или просто вот поесть пока не ли это вот более менее натуральный шоколад чем допустим тот же вот то есть яйцо да здесь мне кажется если посмотреть состав его еще не найдешь особо да его еще особо не найдешь так вот если посмотреть состав здесь наверно ужас какой-то ну или какая-нибудь любая другая шоколадка а здесь хоть немножечко получше люк кстати он очень вкусно это мне очень нравится вот он стоит где-то 55 рублей фикс прайс 3 штуки взяла у нас это нас очень быстро заканчивается также конечно не обошлось моя покупка мой поход вернее фикс прайс без фрутелла я очень сильно их обожаю очень просто прям люблю стала уже покупать по шесть штук каждый раз не знаю прям очень вкусно не могу от них оторваться по улице вот идешь достаешь по штучно и вот так вот где-то за раз за выход на улицу за раз такой я съедаю иногда даже полторы или две вот это не все я уже сколько съела у меня сколько-то было также купила фикс прайсе наконец-то я нашла вот такой стаканчик я так долго его искал потому что мои стаканы уже старые стали и здесь уже просто у них не видно сколько где наливает сколько миллилитров написано я кто знает дел делаю хлеб пеку сама и мне то есть вот это очень очень важно и очень нужно ну и плюс наборе там ложечки хотя честно они мне не очень нужны но когда-нибудь в жизни они еще пригодятся поэтому пускай лучше они будут хороший такой стаканчик не знаю про сколько он там стоил так еще его нужно открыть ах ты господи ах ты господи это он открывается тяжело ах ты господи больше всего когда я открывала я боялась он сейчас я открою все это и высыпется но в принципе закрывать не буду мне не особо нужна эта крышка самое главное вот этот стаканчик вот самый главный вот он есть кстати такой довольно плотненький самое главное вот они 100 миллилитров 200 300 400 объем именно в миллилитрах самое главное конечно еще бы ручка здесь была было бы супер ну и ложечки вот к ним можно прицепить какую-нибудь веревочку и их на веревочке вот так вот держать хороший стаканчик еще цвета были другие мне такой понравился так что мы еще купили а баунти они стоили 27 рублей за штуку вот одно я по-моему уже слопала так же я купила макарошки вот на них кстати был уже отдельный обзор на эти макароны они очень вкусные нам очень они нравятся поэтому где-нибудь там наверное в конечной заставке останется ролик ссылка на ролик или ролик сам на обзор вот этих макарошек так ну и конечно поскольку я девочка все таки я взяла прокладки прокладки кстати кто девочки меня смотрит поймут стоит всего 55 рублей за 10 штук ну прокладки самые обыкновенные самые обычные как и везде в других магазинах натурелла я пользуюсь уже больше десяти лет наверное больше десяти лет мне очень очень нравится вот я довольно экономно и поэтому я покупаю там вот в этот раз 4 пачки такие взяла решила что каждый раз когда буду приходить в экспресс хотя бы по 2 по 3 пачки буду брать потому что они нужны всегда они всегда к сожалению нам нужны так и а и лимонад конечно же лимонад как же без него я очень сильно обожаю просто этот лимонад когда он холодненький из холодильника ну не пугайтесь я лимонад особо не пью я такую бутылку за неделю выпиваю наверное открываешь холодильник хочется чего-нибудь такого вот сладенького газированного пару глоточков и ставлю обратно взяла такие шесть штук чтобы не хватило на подольше потому что так получилось что у меня закончился он среди недели и идти фикс прайс мне не хотелось и пришлось неделю доживать без лимонада вот поэтому взяла побольше несколько ходов так сбегала и сходила стоит он 25-27 рублей где-то здесь не пол литра дожать 48 480 так также конечно я посетила ленту я была в ленте еще за эти выходные конечно я ничего не записывала у меня не было настроения вот почему-то не знаю почему вот купила вот такие вот это наверное пойдет у нас будет с вами мукбанг с этим так и вот а подождите здесь кто у нас аааа блин я думала это единорог а я подожди не единорог разве брала блин вот это я была уставшая я просто вымоталась за эти дни короче у нас будет с вами мукбанг с единорогом у меня есть одни конфетки там единорог нарисован я была 100% уверена что я беру снова единорога немножко другого я была 100% уверена народ а это оказывается не единорог не знаю чем я думала серьезно вот ну и к ним я взяла вот такие вот машмелки я очень сильно люблю которые продаются в фикс прайсе я не знаю почему но я от них очень сильно засыпать начинаю меня просто отрубает и там кстати записано что ну написано на самой упаковке именно те которые в фикс прайсе что в них содержится что-то такое короче человек успокаивает очень сильно вот и я взяла вот другие попробовать их потому что я очень сильно люблю их покушать но когда тебя потом отрубает и ты хочешь спать это нифига ничего не понимаешь это конечно ужасно ладно здесь у нас с вами такой единорог в виде фламинго что-то я это так так же я в каком-то магазине по-моему в пятерочке увидела мэнтос со вкусом колы не знаю напишите в комментариях если хотите я сделала на него отдельный обзор мы с вами попробуем не знаю я очень люблю продукты со вкусом колы чупа-чупс кстати я их тоже взяла взяла у меня Димочка попробовала в этот раз чупа-чупс я взяла еще ему ну иногда можно будет вот какой-то такой взяла а вот такой он у меня попробовал такой и я хочу теперь такой же попробовать арбуз, лайм и лимон мне интересно что же там за вкус такой будет вот еще взяла такой же что ли а еще какой-то и вот такой вот это я уже взяла себе здесь чупа-чупс со вкусом колы его я просто обожаю вот стоит он по-моему пятерочке я брала или где-то я брала 8 или 5 рублей где-то так вот их было 3 штуки но еще где-то она должна быть ее наверное Дима куда-то уволок уже вот то есть чупа-чупс я купила так так же я посетила строительные материалы покупала краску украсила шкаф там где-то ролик я записывала и решила купить еще отвертку у меня одна такая отвертка есть плоская я захотела крестовую себе еще отвертку чтоб была ну постепенно вот так вот собираю свой личный чемоданчик инструмент потому что реально бывает нужно хотя мужчина был там не продавец а просто мужчина стоял выбирал он сказал что именно вот эти отвертки они плохие и на самом деле потом вот тут вот все поломается стоила она 108 рублей по-моему но мне нравится одна такая желтенькая я захотела такую вторую желтенькую чтоб у меня получился какой-то такой ну набор короче мне еще молоток надо купить и наверное мне будет достаточно больше по-моему мне кажется ничего не будет нужно вот так же я посетила магазин твое вот он твое здесь 300 рублей стоил купила я такой вот ремень сейчас у нас мода да пошла на такие черные ремни и с буковками чего-то там написано балансы баланс ну ладно хоть не секси вот но известно вот тут я не заметила он был последний что тут ниточки размахрились не знаю попробую может быть я их это подожгу чуть-чуть чтоб они не расплетались дальше или зашью не знаю короче не заметила каким-то образом вот ее я хочу носить не как ремень а скрепить просто вот так вот вот и повесить себе на свои любимые штаны типа за место цепи ну не цепь а вот повесить вот такую короче штуку просто так их скрепить и там ее подвесить ну со стороны посмотрите как это будет смотреться ну как то так 300 рублей всего стоило не так кстати и дорого что еще купила купила я еще курочку куриный голень ну может я вам не буду показывать ну ладно давайте покажу а сосиски да сейчас сейчас это сосиски покажу а сметану я еще купила яйца я купила сыр купила самое главное то господи пошла же я в магазин в пятерочку за яйцами по пути вспомнила что мне нужна сметана купила сметану простоквашино не очень люблю да простоквашино я люблю домик в деревне но этот был подешевле поэтому я взяла его 25 процентов но она кстати внутри густая такая на нее обзора по моему нас с вами не было вот сыр подешевле немножко был чем сливочный классический не знаю попробуем что там за сыр сыр кстати вообще цена просто подорожала очень дорого стоит кошмар ну яйца там красная цена маленькие яички кстати обязательно покупайте яйца когда смотрите одну пачку яйца я открыла там не было одного яйца а представляете так вы не посмотрите приходите домой открываете а у вас яйца нет одного обидно так купила куриные голени это в перекрестке купила по сто семьдесят рублей была акция или сто пятьдесят не помню вот они одну пачку я заморожу а вторую пачку мы с Димой наверное запекем в виде шашлыка что-нибудь наверное типа такого вот так еще я купила навес конфетки это у нас халва в шоколаде очень кстати мне понравилась она вот такая вот очень-очень вкусная девятнадцать рублей за сто грамм за килограмм двести рублей получается ну сто девяносто девять рублей очень-очень вкусно мне прям она очень понравилась две-три штуки таких съедаешь и уже сытая вот не знаю прям мне нравится очень понравилось попробуйте в магните да в магните попала так пятерочки кстати я купила еще вот гранатовый сок сколько он по восемьдесят шесть или восемьдесят девять рублей по акции был ну я больше наверное взяла из-за бутылки бутылка довольно удобная я потом обычно переливаю молочко туда удобно помыть вот и здесь наверное как раз а нет не литр не литр семьдесят пять семьсот пятьдесят но все равно бутылка такая хорошая вот ну попробуем потом попробуем что там за сок такой вот вот и вроде я по-моему все купила по-моему все так ну и конечно как и обещала вам сосиски кто меня все-таки досмотрел до конца я их не вынимала еще просто честно говоря немножко меня поразило знаете что тот момент то что сосиски с них какая-то вода стала другая смотреть ну там видно блин я сосиски конечно не ем практически мы вообще их не покупаем очень-очень редко это я просто взяла потому что там была акция скидка то есть без скидки вот она стоит сто семьдесят восемь то есть почти 200 рублей представляете а со скидкой она сто семь рублей сто рублей да практически то есть без скидки почти 200 рублей Другие сосиски тоже есть за 200 рублей. Есть и дороже. Мне кажется, они гораздо вкуснее. Здесь вот оно там видно, как какой-то налет с нее что-то там такое появилось. Честно говоря, я думаю, что сейчас эти сосиски вот эти вот так перемешать, то от них вообще ничего не останется. Как по вкусу? Честно, никак. Никак. Какая-то фигня. Есть сосиски, которые хотя бы ароматные. Ароматные. Ну, в реальной сосиске чувствуется, что это сосиска. Здесь, ну, блин, вообще ни о чем, честно. Можно было делать обзор, ну, блин, вообще никак. Не знаю, она даже на вид такая. Ну, обычная сосиска такая. Не знаю, ну, не стоит, конечно, они не 200 рублей, не 100 рублей. Они стоят, может, их цена рублей 50. 70, может быть, вот так, не больше. Нет, совсем нет такого аромата. Ты просто ешь непонятно, что ешь. Если бы мне, допустим, закрыли бы глаза и дали бы попробовать ее, я бы не поняла вообще, что это сосиска. Если бы ее еще разжевали, такую мягенькую дали, я бы подумала, это явно что угодно, но не сосиска. Там, что угодно. Блин, что-то не знаю. Нет, я такие больше покупать не буду. Если вы соберете взять сосиски, купите гриба эти, что ли. Короче, они необыкновенные или обыкновенные называются. Ну, и так, и так. То есть, и то, и то есть название. Не сосиски, а сардельки. Они такие большие. Их по 3, иногда по 4 штуки продается на вес. Они вот обалденно вкусные. У меня, по-моему, даже обзор на них вроде бы должен быть. Если я его найду, то в конечной заставке. То есть, будет у вас на макарошке вот эти вот обзор. И на сардельке, если я найду их. В конечной заставочке. Вот. Короче, такая у меня была закупка. Вышла это все где-то в 2, наверное, с лишним тысячи. Наверное, даже побольше. Цены почему-то у нас, к сожалению, растут. Хотя, в принципе, по большому счету, так если посмотреть, я тут ничего особенного не взяла. Ну, ничего особенного реально не взяла. То есть, просто по мелочи, но цены, блин. Они так растут. Они так ужасно растут. Вот. А, еще брала молоко и бананы. Я делала коктейль. Ну, и уже съели мы их. Вот. Коктейль делала жалко и без вас. Я была очень сильно уставшая. Но в следующий раз я обещаю, что сделаем. А! Давайте, знаете как? Давайте наберем 15 лайков. 15 лайков там вот под роликом. 15 лайков с вами наберем. И тогда в следующий раз, после вот этого ролика, когда наберется, мы коктейль молочный сделаем вместе с вами. На камеру. На вот эту. 15 лайков. Давайте. 15, 15, 15 лайков. Собирайте. И мы сделаем. Мне не сложно. Я сделаю. С радостью. С вами хоть на край света, мои дорогие. Вот. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. 15 лайков. Пишите обязательно свои комментарии. Что из этого покупаете вы? Что не покупаете? Какой лимонад вам нравится? Может, такой тоже нравится? Пробовали ли вы вот этот? Или, может, вы хотите увидеть отдельный обзор на что-то вот из этого? Может быть, на книжке? Я могу сделать обзор на книжке. Мне не сложно. Напишите мне только в комментариях, что вы хотите. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Продолжение следует.